Привет, дорогие зрители! Сегодня в нашем ролике пойдет речь о пиктосе для красивых девушек. И с вами сегодня буду я, Диана Кадыра. Я хочу рассказать вам о своем мнении, как красивая девушка, стремящаяся в выклипись эстетично, должна заниматься фитнесом. На сегодняшний день не существует более мощного инструмента для улучшения своей фигуры, чем силовые тренировки. Всевозможные групповые занятия, танцы, аэробика, йога, сжигают лишние фалории, но не помогут вам радикально изменить вашу фигуру. С другой стороны, серьезно занимаясь такими видами спорта, как боди-фитнес и даже фитнес-бикини, я, конечно, рискую чрезмерно развив свою мышечную массу. Если перекачать попу практически невозможно, то перекачанные квадрицепсы, мышцы спины и дельтовидные для меня являются нежелательными делами. Как же именно нужно заниматься, чтобы накачать мышцы ягодиц, убрать лишний жир и остаться женственной и нежной? Чтобы развить те или иные мышцы до нужного мне размера, я использую методику вирус-пасохоподствия. Если я вижу, что определенная группа мышц становится более выраженной, чем мне это нужно, я перестаю увеличивать рабочие веса для этой группы мышц. Какое количество мышц накачать решать вам, и какими весами вы будете это делать, а для себя я уже определилась. Сегодня я буду тренироваться. Вот мой план тренировки, который расписывает меня мой тренер. Дневник тренировок очень важен. Сюда я записываю все свои рабочие веса, свои замеры, возможно, если я похудела, поправилась. Так что советую всем завести такой дневник. Упражнение первое – разведение ног в тренажере. Так, здесь я делала 40 килограмм на 15 повторений. Сейчас мы посмотрим, что же происходит с моей попой. 90 сантиметров, но я хотела бы больше, как минимум 93, поэтому будем повышать рабочий вес до 45. Существует взаимосвязь между рабочим весом и объемом ваших мышц. Поэтому, если хотите большую попу, повышайте весом. Приседания в стиле сумо. Это упражнение я сегодня отменяю, так как сегодня нет моего тренера Юрия, а это без него делать травмоопасно и неэффективно. Так, что у нас дальше? Мертвая тяга. Мертвая тяга. На этом упражнении я смело наращиваю рабочие веса, так как прорабатываются все проблемные зоны. Задняя поверхность бедра, ягодичные мышцы и мышцы спины. Сегодня у меня тренировка ягодичных мышц, ног и дельта. Сейчас я буду делать знаменитое упражнение Юрия для дельт. Силовые махи для дельт. При этом упражнении дельты растут как на дрожжах. Это вот эти вот мышцы. Поэтому я делаю 6 килограмм и больше, наверное, не буду брать. Дорогие девушки, это видео для вас. Для того, чтобы вы понимали, в каких упражнениях можно повышать веса и увеличивать объемы вашего тела в нужных местах. А в каких не следует, например, чтобы ваш бицепс не был больше, чем у вашего парня. Правильная методика тренировки для женщин предполагает повышение рабочих весов на грудные мышцы, ягодичные мышцы, заднюю поверхность бедра и мышцы поясницы. Икры по желанию. И не стоит повышать рабочий вес на такие мышцы, как широчайшие мышцы спины, руки, плечи и квадрицепсы. Сама я пользуюсь этими правилами. Участвую в конкурсах красоты. Результаты меня приятно радуют. Также у меня постоянно фотосессии для рекламы, для видеороликов. И я замечаю прогресс, что не может не радовать.